Иммунитет в противостоянии общества различным бедствиям вырабатывается в соответствии с уровнем их имана, веры. Если они мусульмане и в зависимости от уровня совести, если они не в исламе. Ярким примером для имана было то, как Усман добудет доволен им Аллах во время засухи в Медине, когда Абу Бакр Асхаб добудет доволен им Аллах с опустевшей казной мусульман, не знал, чем исправить положение. Отправил им в помощь тысячу своих верблюдов, снаряженных мукой, привезенный из шама. Тогда, как этот товар имел большой спрос на рынке, Усман добудет доволен им Аллах, отдал все это состояние на пути довольства Аллаха. Примером же для совести мы приведем Хатим Ат-Тайя, жившего еще до появления последнего пророка Мухаммада, что также угостил свое племя, порезав своего единственного верблюда, дабы спасти их от настигшей их засухи. Этот мужской поступок послужил тому, что его имя сохранилось среди арабов, как пример побуждающей совесть, что даже сам пророк Мухаммад, среди поверженных авазинов, спросив ее и получив ответ, что эта дочь того Хатима Ат-Тайи повелел освободить ее, сказав ей, что из вашего дома вышли прекрасные качества. Теперь же обратимся к нашим реалям. Находим ли мы себя на имане Усмана Асхаба, доводи доволен им Аллах, или же на совести Хатима Ат-Тайи? Ответ на оба вопроса категорическое нет. Иначе мы не стали бы свидетелями того, как на наших рынках цены за имбирь выросли до 3000 рублей. Картошка, которая стоила 13 рублей за килограмм, не выросла бы в цене до 60. Лимон, который стоил 15, подорожал до 90. Подобно этому еще многое другое. Пока мы не взрастим наше подрастающее поколение, на имане подобного Усмана, да будь доволен им Аллах. И совести Хатима Ат-Тайи, наше общество не выработает иммунитет, способный противостоять таким заразам, как алчность и прочим пагубным тенденциям. Современности. Без такого иммунитета нет нам спасения, даже если на нас пойдет золотой дождь. И каждый из вас, живя в Хасавюрте, который считается самым богатым городом в республике, стал свидетелем истинности этих слов, увидев все своими глазами, еще до того, как беда стала реальностью. Субтитры создавал DimaTorzok